так что всем привет новый ролик то заботнее там в общем про запорожец будет про покупки только что приехать с магазина закупился всякими ништяками давайте покажу что и новые повторители на запорожец но это не запорожца это от классики 2101 но они почти подходит чуть-чуть там шпилька вот это не мешается надо будет подсверлить его как раз стал в общем по 50 рублей 2 этих зал повторительно написано 79 год вроде как оригинальный ремкомплект взял главный цилиндр тормозов вот он лежит чуть попозже так хомуты для тормозов клипсы взял клипсы крепить крепить молдинге на двери на запорожец цена 50 копеек одна штука взял 35 штук надеюсь хватит дальше коврик под аккумулятор 60 рублей там коврика нет потому что аккумулятор треса об железо дальше брызговики в общем брызговики 210601 в общем на все классы в общем на все классические модели там крепление есть брызговики оригинальные формате будем ставить такие вроде 70 рублей за две штуки 70 рублей крепление идет в комплекте вот крепление болты также купил переходники это переходник для в общем штуцера с тормозов с главного цилиндра там идет у них другой штуцер побольше на 12 а это на классический цилиндр в общем три штуки взял по 35 рублей надеюсь подойдут давайте начался переходников вот так ну вот бушный главный цилиндр в тормозов с классики для их я его хочу поставить на запорожец но требует ремонта я его снял шестерки потому что он начал потекать вот поэтому купил ремкомплект сейчас поменяется вот отсюда он начал течь и и в общем из бачка начала жидкость в общем утекать уменьшаться пришлось его снять раз он начал потекать я его переберу промоя поставленного резиночки и этот цилиндр пойдет на запорожец тот родной он вообще не прокачивается я и так и всяк пробовал и уже два раза взбирал и прокладки все меня в общем не хочет прокачиваться вот этот рабочий ну у него отсюда утечка сейчас все поменяю вот переходник видите переходник подходит посмотрел на драйве 2 все так меняется рабочий надеюсь тормоза прокачается потому что есть без тормозов так сказать опасно сегодня займусь и переберу а на шестерку купил новый за 900 в общем где-то 1000 рублей вышло он там лежит этот оригинальный он проходил 20 лет за 20 лет вот видите начало течь оригинальный заводской а тот не знаю вроде было чуть попозже посмотрим ну и самая интересная покупка взял на запорожец задние фонари ну не знаю подбирал он подбирал зашел в магазин где продаются тракторные запчасти вот фонари такой повторитель он по моему светодиодным тут две фишки это у нас как бы будет поворотник стоп-сигнал будет с габаритом вместе вот здесь вот тоже две фишки пока ничего не разобрался чуть попозже разберусь скорее всего плюс и минус здесь светодиодная лампочка видно так это нас будет повторитель стоп-сигнал и габарит и взял задний ход маленьких не было пришлось побольше взять надеюсь будет смотреться вот так вот так ну вроде все все показался рассказал господин прикинем как будет смотреть так ну как она будет смотреть сейчас посмотрим я думаю вот так вот вертикальный сделать так вот вертикально сделать можно конечно и так сделать можно каши так сделать так не очень лучше так вот повторитель стоп-сигнал и задний ход повесил вчера задний бампер дворники зеркала бампер фары повторители пока вот все все что снял все нацепила и на двигатель также повесил этих каких уж там жалюзи шторки теплоотводящие с термостатом которые были сейчас покажу так ну вот бампер повесил фаре закрепил в повторители надпись вот эту повесил родного бампера нет пришлось повесить этот план пойдет зеркало повесил дворники так также снял вот на ручке кпп вот этот рычаг что-то мне не нравится в руке не очень поставил пока вот от классики как раз все таки подходит 1 2 3 4 так ну вот и задний бампер повесил все закрепил эти шторки установил пока вот как-то за а так все приступаем к работе и собрал делаешь так давайте посмотрим что у меня получилось не стал записывать сам процесс сборки установки всех молдингов задних фонарей покажу вам готовый результат чтобы время не тянуть так вот молдинги установил в общем по кругу от молдинги здесь здесь сюда поставил от шоке здесь не было в комплекте повторители установил от 2101 подошли немного пришлось посадить на герметик прокладки не было но они в общем смотрится как родные также с этой стороны молдинг от шестерки повторитель зеркало и вы видели так что еще здесь молнику установил так ну и сами задние фонари которые я сделал самодельный вот именно так вот стали повторитель габариты или стоп-сигнал можно менять задний ход также здесь все вот так вот симметрично смотрится до маловато не конечно ёжик зашел уж ты считаем там пакет мусорная хочет чуть достать так ну вот они вот так смотрятся сначала хотел поставить от уазика но она у него такая форма он выпирает в общем сюда а эти как бы внутри утопленные эти получше смотрятся там были такие аттракторы как ну выпирающие они крепятся тоже на кузов но они смотрятся в общем как-то не очень а здесь они вот у них такая система они как встраиваемые ну утоплены в кузов и так сказать и не торчат дальше бамперы и смотрятся не так слишком ну слишком большие вечером испытаем как они светят посмотрим здесь светодиод а здесь обычная лампочка на задний ход так время на улице позднее сейчас вам покажу как горят задние фонари вот передний габариты и горят перед включил зажигание так не зажигание ключ на старт включил заднюю скорость так вот она задняя скорость включилась это габариты вот еще габариты сейчас ключевую аварийку так отключил аварийку не слишком ярко но я думаю нормально на солнце не будет так смотреться конечно ярко ну это зависит от погоды но так вот видно Вот так. Так, задняя часть и перед. Так, передок. Так, габариты. Самое главное, экономно. Могут всю ночь гореть и аккумулятор не сойдет. Вот, пожалуйста, в темноте. Классно, классно. Самое главное, что контакты все не замыкают, не окисляются. Все нормально светит. Для такой малогабаритной техники эти фонари как раз. Правда, надо будет еще придумать, чтобы здесь и габарит горел, и стоп-сигнал загорался. Но пока это еще я не решил, тут надо еще придумывать. Так, ближний-дальний. Все отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok